В среду днём в северном округе водитель микроавтобуса проутюжил остановку топографический техникум, на которой стояли люди. Под колёса попали 4 человека. Наиболее тяжёлые травмы получила 62-летняя хабаровчанка. В больницу её доставили с черепно-мозговой травмой, переломами руки и бедра. На автобусной остановке собирается толпа. Одни машины скорой помощи сменяют другие. Врачи рассаживают пострадавших в реанимобиле. «Да дедушку к нам! Жёлтенький! Жёлтенький!» Трое человек, двое мужчин и женщина были госпитализированы с травмами головы и ушибами. К медикам обратилась и продавец киоска «Союзпечать», в которой пришёлся финальный удар иномарки. Женщина была шокирована. Из-за случившегося у неё поднялось давление. «Я стояла возле прилавка, работала с документами. Вдруг удар сильный очень. И всё, вокруг посыпалось, засыпало меня, всё обрушилось. И смотрю, машина врезалась». Повреждён оказался и ещё один торговый павильон – салон «Евросеть». Машина вскользь задела крыльцо магазина, разворотив двери. Ниссан «Ларго» ехал со стороны улицы Тихоокеанской. Шофёр иномарки направлялся на работу в автосервис. Ему необходимо было доехать до железнодорожного вокзала. Как и виновница аналогичной аварии, произошедшей в прошлом году на остановке «Большая», этот горожанин говорил, что его подрезал какой-то джип. «Ехал по Тихоокеанской. Меня подрезает как-то мини-гон или джип, я не знаю. И вот люди видели на остановке, что со свистом пролетел. Я просто не понял, у меня подзадел крыло. Я не сориентировался, и руль вправо». Слова водителя в общих чертах подтвердил очевидец. В момент крушения он отъезжал от остановочного кармана. По его словам, шофёр микроавтобуса не захотел врезаться в дорогую иномарку и отвернул к остановке. Полицейские на месте провели освидетельствование автолюбителя. Мужчина оказался трезв. Однако садиться за руль он всё же не имел права. «Водитель ранее был лишён прав управления автомобилем до 2019 года за отказ от медосвидетельствования». Мужчину отправили на ещё одно освидетельствование. В больницу у него взяли пробы на наркотики. Результат теста будет известен через 10 дней. Накануне мужчина праздновал свой 36-й день рождения. С места происшествия Евгения Куликова, Александр Ефанов и Степан Симонов.